Ты мастер перманентного макияжа, но не знаешь, какой вольтаж подобрать к своему аппарату? Или вместо красивой равномерной растушевки у тебя получаются полосы? А ты знаешь, что скорость твоего штриха влияет на выбранный вольтаж? Если ты хочешь получить ответы на все эти вопросы, оставайся до конца видео. Всем привет! С вами снова Яковлева Ольга, действующий мастер и тренер по перманентному макияжу в Санкт-Петербурге. Какой вольтаж выставить на том или ином блоке, аппарате, это вопрос, который бьет просто все рекорды, как на моем канале, так и в социальных сетях. Но хочу отметить, что это параметры исключительно индивидуальные. Во-первых, что касается блоков, они не влияют на выбор и подбор вашего вольтажа. Да, разные бренды будут иметь небольшие погрешности амперности, но они будут незначительные. В первую очередь мы с вами ориентируемся на наш аппарат, которым вы планируете работать. На вашу технику, на скорость штриха. Что касается аппаратов, у них, как вы помните, есть свои минимальные и максимальные параметры. Если, к примеру, скорость вашего штриха очень медленная, то я не рекомендую ставить очень большой вольтаж. Чаще всего при работе с большинством аппаратов. Потому что, если будет очень большой вольтаж, наша иголочка будет ходить очень-очень, ну, достаточно быстро по сравнению со скоростью вашего штриха. И то есть за один такой очень медленный штрих она положит очень много пигмента. И вы либо заполосите брови, либо сделаете их очень плотными, ну, либо просто засадите. Давайте посмотрим, как это может выглядеть на латексе. Тестировать данный, ну, то есть подбирать данный вольтаж, да, тестировать наши, так сказать, примеры. Мы будем на аппарате Xeon Spectra S, и здесь, кстати, должна быть и ссылочка на обзор нашего аппарата. Модуль у нас будет Quelle 1RL. Обзор, кстати, на эти модули также уже есть на моем аппарате. Ну, и блок Critical Atom X. Настроим с вами вылет. Сейчас мы поставим с вами вольтаж. Для начала отключаем Jump Start с последней моей работы, так сказать. Давайте попробуем включить еще раз, посмотрим, запустится ли аппарат с 4,5. Да, запускается вполне. Давайте с этой скорости, с этого вольтажа мы и начнем. Мы с вами начнем даже с вольтажа не 4,5, а 4. Пробуем очень медленный мах. Честно, для меня медленный мах очень непривычно. Я все-таки привыкла работать на больших скоростях. Но для вас постараюсь не ускоряться. Как вы видите, с мелким с ниткой скоростью в целом у нас нет никаких полос. Доберем пигменты. Давайте вытрем, посмотрим. Еще вытрем. Как вы видите, у нас легкое напыление. Видно, в принципе, рисунок. Видно наш пиксель. Если мы будем сохранять нашу низкую скорость маха, давайте увеличим вольтаж, например, на 5,5. И посмотрим, что у нас будет с вами получаться. Здесь рядышком. Видите, у нас уже более плотная идет растушевка. И у нас периодически получаются линии. Я на автомате, когда вижу полосит, пытаюсь увеличить мах руки, его скорость. на автомате. Но если сохранить нашу медленную историю, как вы видите, мы получаем более плотный рисунок с периодическими полосами. В случае быстрого маха вы смело можете ставить вольтаж от 5,5 где-то до 7. Если же на быстрый мах вы поставите вольтаж 4,5-4, то вы будете просто царапать кожу. Сейчас мы поставили более привычный для меня вольтаж 5,5. Соответственно, мах руки нашу скорость мы увеличиваем. Как вы видите, достаточно равномерный, хороший рисунок, потому что вольтаж скорость соответствует. Давайте теперь увеличим до 6,5. Как вы видите, все так же. У нас хороший, красивый пиксель. Опять-таки, потому что мы с вами правильно подбираем скорость штриха и цифры вольтажа. Вот так, реденько вам раскидаю. Теперь мы с вами оставим скорость нашего штриха, но сделаем более низкий вольтаж. Вернемся с вами к 4,5. И как вы видите, мы цепляем и царапаем латекс. И то же самое будет с кожей. Вы прям чувствуете, как цепляетесь иголочкой. То есть, скорость нашего маха и цифры выбранного вольтажа, но однозначно просто не соответствуют друг другу. Если мы с вами говорим о волоске, то думаю, многим уже известно, мы делаем очень медленный мах. Скорость маха у нас низкая, потому что мы ведем линию, но при этом увеличиваем вольтаж. Иголочка бегает часто, очень близко друг к другу кладет наши пиксели, а за счет того, что мы очень медленно ведем рукой, у нас получается линия. Если вы хотите, чтобы линия была более плотная, мы, соответственно, ведем руку медленнее. Если нам нужна какая-то более воздушная линия, более невесомая, светлая, то мы руку ведем быстрее. Сейчас хорошенько сами все протрем, чтобы вы могли увидеть. Вот наш с вами рисунок, где мы цепляли кожу. У нас был очень быстрый мах, но низкий вольтаж. Здесь же у нас быстрый мах и соответствующий вольтаж, где-то у нас было 5,5 и 6,5. И наша линия. При более медленном ведении руки и более быстрым. Как вы видите, линии более светлые, более воздушные. Прежде чем работать с кожей, пробуйте подобрать вольтаж на латексе. Подберите для себя удобную скорость штриха. Лично я, если честно, в зависимости от того, какие стоят передо мной задачи, какая кожа, тонкая, пористая, возрастная, молодая, толстая, плотная, с микро рубцами, я могу довольно стандартные для себя параметры и вольтажа, и скорости штриха изменять. То есть, в зависимости от того, что предстоит мне сделать, ну и что мы имеем на базе. В целом, ребят, мы по этому вопросу пробежались тезисно, если так выразиться, достаточно поверхностно, для того, чтобы вы могли начать работу и первоначально подобрать вольтаж именно под свою руку. Если углубляться в данный вопрос, то есть еще ряд факторов, которые влияют на подбор вольтажа вот именно для вас, именно под свою руку, под свою технику, в зависимости от скорости вашего штриха. В первую очередь, это ход иглы. Как вы помните, у каждого аппарата он разный, и это настройка заводская, которую мы не можем изменить. Это вылет иглы, настройка, которую мы с вами можем регулировать вручную. Это количество оборотов вашего аппарата, мотора вашего аппарата в минуту. То есть это целая матчасть. Если у вас все-таки еще остались вопросы, то пишите их в комментариях к видео. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы бесплатно получить ответы на все свои вопросы. Ну и красивых вам работ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok